Здравствуйте! В эфире программа «Город 112». О том, что случилось в Краснодаре и районах края за минувшие сутки, расскажу я, Игорь Зайцев. И сейчас факты, комментарии, расследования и наиболее резонансные происшествия. Коротко о главном сегодня. Вместо красивой жизни тюремные нары. Кубанские полицейские задержали группу фальшивомонетчиков. Потасовка на спортивной площадке. Видеодраки на турнире по вольной борьбе в Краснодаре заинтересовало полицейских. Лучшие в работе и спорте. Кубанские полицейские стали чемпионами страны по мини-футболу. В Майкопе кубанские полицейские задержали группу фальшивомонетчиков. В спецоперации участвовали бойцы Нацгвардии. Действуют они всегда внезапно и жестко. По версии следствия, денежные знаки подделывали и сбывали трое жителей республики Адыгея. Самому старшему 25 лет, младшему 20, еще одному 23. В ходе обыска стражи порядка нашли доказательства их вины. В ходе осмотра по месту проживания задержанных правоохранителями обнаружены и изъяты печатное оборудование, а также листы с заготовками фальшивых денежных купюр и трафареты для имитации магнитной ленты. При осмотре автомобилей подозреваемых изъяты 47 поддельных денежных купюр номиналом 1000 рублей. Судя по кадрам оперативного видео, к такой развязке молодые люди были не готовы. С растерянным видом один из них спрашивает у следователя, сколько ему светит. Говорит, криминальная идея пришла в голову во время разговора, который показался ему шуткой. На квартире сидели, пиво били. Вон что-то зашел разговор, так и так. Ну и что-то такое тебе сказал. Напечатывал, я поржал. Красавчик. Вот, правильно? Шутка. Правоохранители проверяют причастность задержанных к сбыту фальшивок на Кубани. Несколько таких эпизодов уже всплыли. Однако не исключено, что их намного больше. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, перевозка и сбыт ценных бумаг». Парням грозит до 8 лет заключения. Сейчас все трое находятся под стражей. Степень вины каждого определит суд. А теперь о происшествиях на дорогах Кубани. Водителю этой легковушки и его пассажирам впору отмечать второй день рождения. Искореженный автомобиль сняли на телефоны проезжавшие мимо очевидцы. Они сообщают, что ДТП произошло накануне примерно в 10 вечера на Тургеневском шоссе возле поселка НМ. В припаркованную на обочине «Волгу» на скорости врезался «КамАЗ». Удар был такой силы, что от легковушки почти ничего не осталось. По счастливой случайности все произошло в тот момент, когда люди вышли из машины и успели отойти в сторону. Разобраться в причинах аварии предстоит полицейским. Они проводят проверку. Несчастный случай на автодороге Крымск-Окерменко. Тополь упал на крышу легковушки, которая ехала по трассе. Случилось это примерно на третьем километре дороги. 56-летний водитель скончался на месте. Его пассажирке, которой 49 лет, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские. В Кореновском районе ВАЗ сбил пешехода, который шел по обочине. Автоинспекторы считают, что виноват во всем алкоголь. По их мнению, 53-летний водитель мало того, что сел за руль без прав, так еще и изрядно принял на грудь. В итоге искалечил молодого человека. Парень госпитализирован с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливают автоинспекторы. Еще одно пьяное ДТП в Новороссийске. В Приморском районе опрокинулся скутерист. Случилось это примерно в час ночи на Анапском шоссе. По предварительным данным, Хондой управлял мужчина, которому 42 года водительских прав у него не оказалось. Зато в его организме эксперты обнаружили алкоголь. Поездка с ветерком закончилась для него госпитализацией. В подробностях случившегося разбираются эксперты. В Тбилисском районе пешеход попал под колеса ВАЗа. Автоинспекторы пришли к выводу, что 59-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. При этом совсем рядом есть зебра. После случившегося его увезли в больницу. За рулем легковушки был водитель, которому 56 лет. Мог ли он избежать аварии, выясняют автоинспекторы. На спортивной арене драка. Видео массовой потасовки на всероссийском турнире по вольной борьбе в Краснодаре заинтересовало полицейских. Эти кадры опубликовали в интернете те, кто находился на месте событий в момент конфликта. После небольшой ссоры между спортсменом и тренером его соперника бросились в рукопашную не только борцы, но и болельщики с трибун. Все успокоились, будьте любезны, сядьте на свои места. Краснодарской полиции сообщили, что с заявлением о драке к ним никто не обращался. Однако проверка все равно будет. Стражи порядка проведут ее по своей инициативе на основании публикации в СМИ. Напомню, всероссийский турнир по вольной борьбе в Краснодаре прошел уже в третий раз. Он посвящен памяти мастера спорта Бесика Кудухова. Двукратный призер Олимпийских игр из Армавира погиб в декабре 2013 года в автокатастрофе. В Сочи бойцы Росгвардии отбили женщину от ревнивого мужа. Сергей Кравченко, Родион Айметов и Рамиль Шарипов патрулировали улицы. Из окна квартиры многоэтажки услышали крики. Поднялись, постучали в дверь. Открыл мужчина, его руки были в крови, на полу лежал нож. А на кухне молила о помощи изрезанная женщина. Агрессора скрутили, пострадавшей вызвали скорую. Теперь горожанин фигурант уголовного дела. Он намного старше своей супруги, ему 50 лет, а ей 30. Как выяснили следователи, причина конфликта – ревность. Кубанские полицейские стали чемпионами страны по мини-футболу. Турнир среди правоохранителей в памяти заслуженного мастера спорта, полковника милиции Константина Еременко, проходил в Крымске и собрал представителей 57 регионов страны. Сборная Краснодарского края в финале обыграла объединенную сборную Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Итоговый счет 2-1. Третье место у ростовчан. Победа кубанской команды на турнире – результат не только активной поддержки болельщиков и слаженной работы игроков, но и личного мастерства галкипер-сборной Сергея Шуклова. Судьи признали его лучшим вратарем чемпионата. Это была последняя информация нашего выпуска. Соблюдайте законы, это поможет вам избежать многих проблем. Мы следим за событиями, происходящими в нашем городе и крае, чтобы рассказать вам о них первыми. Я не прощаюсь, встретимся в 18.50. Субтитры создавал DimaTorzok